Дорогие друзья, думающая аудитория, здравствуйте! Посланник евреям. Продолжаем это изумительное путешествие по книге, которая вмещает в себе практически всю теологию, необходимую нам для понимания Божественного Слова и его отношения к человеку. Тех масштабов, которые мы можем понять. Но прежде всего хочу сказать следующее. Так как Ютуб замедляется в России, а моя российская аудитория для меня очень важна, кто не знает, я нахожусь в Италии давным-давно, то я написала о том, что буду дублировать в Телеграме мои видео. Но, друзья, у меня ничего не получается. Телеграм не позволяет мне скачивать видео. Не получается. Я не знаю, что там происходит. У меня просто нет ни времени, ни сил на то, чтобы разбираться в этой абаркадабре Телеграма. Эти, кто знает, как просто закачать видео, пишите. А мы пока продолжим здесь, на Ютубе. Я рекомендую некую такую помощь, приложение под названием «Планета ДН». Я ссылку помещу еще раз под видео. Это для того, чтобы Ютуб можно было смотреть, и он не тормозил. Ни в коем случае никого не хочу учить, обходить законы и запреты. Но если тормозит Ютуб, и делается некомфортно изучать, и думать, и разговаривать нам с вами, то установить это приложение себе на компьютер, на телефон, где вам удобно, или там и там, и воспользуйтесь им, и тогда Ютуб тормозить не будет. Итак, послание к евреям. Когда мы с вами сейчас изучаем это изумительное послание, мы как будто бы не следуем строго главам, потому что главы достаточно условны. Мы с вами это уже говорили. А ведем беседу свободно по важным вехам этого послания. Еще хочу сказать, друзья, вы пишите в комментариях различные убеждения, исхода нет, потому что не было входа и так далее, основываясь неизвестно на чем, являясь даже иным человеком по профессии, то есть не понимая и не зная ничего в этой области. Это видно. И очень жаль, потому что задавайте вопрос, даже если вы не удовлетворитесь ответом, но лучше нам общаться в форме вопроса, если вы на моем канале находитесь. Почему вы считаете, что исход исторически правомолчен от нахождения евреев в Египте? Потому что фактов и источников о пребывании евреев в Египте настолько много, что их гораздо больше, чем фактов о жизни на этой земле Сократа, например. Нам известно одно его упоминание у Платона, его ученика. Все. И какие-то намеки на какие-то его произведения, где даже не сказано об авторстве Сократа. Просто ученые думают, что, возможно, это его все больше, но о Сократе ничего не известно. О Платоне достаточно мало известно. О Наполеоне известно меньше, чем о Христе исторических достоверных данных. Если вы так любите, именно эту область размышлений и витиеватых суждений, мы с вами уже говорили, что факт – это одно, а вывод из него философский – это совершенно другое. Если факт есть, это не значит, что вывод из него философский. Тоже факт. Ничего подобного. Если даже вам, как человеку, например, занимающимся изготовлением табуреток или юриспруденцией, или вы делаете дирижабли, неизвестные источники нахождения евреев в Египте, это не значит, что их там не было. Даже если источники были бы не найдены, это не так. Миллион миллионов. Даже если они не были найдены, из этого не следует, что они там не были. Можно просто сказать умному человеку, что источники мне, мне, как умному человеку, неизвестны. Но если человек умен, он их найдет, если он будет копаться в этой области, это огромное научное копание, друзья. Это сотни и сотни часов. Уверяю вас, это сложно. Поэтому мы и делаем эти видео, и как мы приводили в предыдущем нашем видео фразы из древнейших папирусов Египта. Просите советы у тех, кто больше вас знает в какой-то из областей. Мы не можем знать все. Если мы будем так рассуждать, то и цифрам верить нельзя, и буквам этих сочинили когда-то люди. Доходим до абсурда и нигилизма. Нигилизм – это сведение все к нулю от латинского слова. Ничто. И, конечно же, нигилизм – это форма психологической защиты человека. Достаточно древняя корма у нее. И говорить о том, что греки все доказали, вот в этой же области отрицания очевидного, говорит только об одном. Человек, к сожалению, не желает ничего знать. Любая крайность не является полезной, не ведет на истинный путь. Так что, пожалуйста, оформляйте ваши, так скажем, беседы в виде вопросов. Это будет гораздо более полезнее для нас с вами. Уж коль вам очень интересны какие-то исторические доводы, то царь Давид – весьма историческая фигура, постоянно апеллирует к тем утверждениям, событиям и опытам, которые дошли от праотцов, как он говорит, от наших старейшин. Постоянно упоминая нахождение в Египте, вход и выход в него, читайте, Давида. Более того, он упоминает устные предания, практически все события передавались устно. Тара была дана человеку, чтобы осталось что-то на скрижалях. Он переставал слышать Бога уже и понимать его участие в виде естества вокруг человека, находясь на земле, что хочет от него Бог. Поэтому все было записано. И пророки не все, а некоторые только, писали книги, остальные устно передавали свои пророчества. Значительная основная идея передавалась всегда устно. Что такое Мишна? Это устная Тара, которая была записана только после креста в нашу эпоху уже, а до этого она передавалась лишь устно, друзья. К ней часто апеллирует Давид, говоря и о исходе, и о нахождении в Египте, и так далее. Подлинники, датируемые вторым, третьим и четвертым веком до нашей эры все эти тексты и есть там. Все метроши передавались только устно и были записаны лишь в нашу эпоху. Там огромная глубина опознаний. Посланник евреям не отвлеклись, друзья. Это все важно нам, потому что посланник евреям именно об этом и говорит. Изучайте Писание. И чтобы копаться в своей голове, туда надо сначала что-нибудь положить от истины. Итак, многочасно и многократно давал Господь откровение через своих пророков. И пришел час, когда явился в полноте всех знаний Сын Божий и Сын Человеческий, являя в себе Самом и Небу и Землю, соединяя их в Иисус Христос. Это полнота всего. Продолжаем. Итак, вторая глава нам повествует о том, что Сын Божий претерпел смерть, претерпел увечия и в итоге воскресение увенчанное славой. И через воскресение Свое Он стал вождем нашего спасения. И это было необходимо для того, чтобы спасение происходило во крови и плоти. Мы приводили с вами отрывок из Евангелия Марка, чтобы разграбить дом, надо связать сильного. В данном случае сильный это грех, владеющий людьми, а канцелярский руководитель этого греха, естественно, Сатан, служитель Божий. И через это действие Свое Христос открыл нам новый путь, мы имеем с вами совершенно нового первосвященника, который не подчину Авраама, подчину Мельхи Седека, то есть Божьего первосвященника. Ему не надо помазания, не смены власти, потому что он бессмертен. Итак, мы имеем совершенно первосвященника, который не падал в испытаниях, потому что прежние, как люди, обычные люди из крови и плоти, они всегда падали в искушение. Христос не падал. Прошел все испытания, мы их помним из Евангелия, до смерти, воскрес и был увенчан славой. Но у нас возникает вопрос, что же нам делать с этим событием, с этим первосвященником, почему нас это обязывает, куда устремиться. Вспомним здесь, что посланник евреям это мистическое, таинственное послание, все, что мы здесь говорим, это тайна. Друзья, я еще раз скажу, тайна не потому, что что-то такое сокрытое от кого-то и открытое кому-то разум, душу, сердце, все, чтобы понять, о чем идет речь. Речь идет о небесном. Потому непонятно и не все понятно, не всегда, иногда все непонятно сразу же. А если все сразу кому-то понятно, то это говорит только об одном, что человек ничего не понял, ему ничего не понятно. Друзья, первая строчка третьей главы. Итак, братья святые, участники в небесном звании и разумейте посланника и предосвященника из передания нашего Иисуса Христа я читаю синодальный перевод. Здесь все непонятно, кто такие. Братья, понятно, а почему святые, участники в небесном звании, что это значит? Еще с начала книги Исход, 12 глава, все собрания, посвященные праздникам иудейским, назывались святыми собраниями. Друзья, вы видите, насколько связан Танах и, как мы называем его Новый Завет, абсолютная неразрывная связь. Чтобы понять еще точнее, о чем здесь говорится, обратимся к книге Зор. Книга Зор это запись рассуждения мудрецов далеких времен. Интересно нам, правда ведь, о чем они говорили о тайнах, то есть трудных, глубоких местах Торы. Любую профессиональную книгу надо примерять на свое понимание, как относится ко мне, к моей жизни, что я могу здесь понять. Не обязательно совсем соглашаться, но слова, например, этих мудрецов, к которым мы сейчас обратимся, помогают нам понять образ мыслей того поколения. В кантовке этого образа мыслей написано послание к евреям и все послания, все Евангелия. Итак, фраза Микри Кодыш, то есть священное собрание, текст первого стиха третьей главы послания к евреям. Мудрецы говорят, Микри Кодыш, собрание святых, это собрание людей, приглашенных святостью. Их пригласили в место, которое называется Кодыш, святость. И поскольку они приглашены туда, они приглашены на трапезу царя, какой часто встречающийся образ, особенно в Новом Завете, в словах, в устах Иисуса Христа. Приглашенные на пир, на пир царя, не в одеждах брачных пришел человек на пир или вообще не пришел, потому что купил вола. И, как говорят мудрецы, там будет питься драгоценное вино, которое сохраняется для них от века. И в момент таких собраний, святых, когда люди собираются именно вот в свете Божьем, праздник Божий, радость, благодарение, мы прикасаемся, говорят святые, к святости, которую можем нести с собой, унести и дать другим тот огонь, вот то масло, та святость, которая необходима человеку, чтобы следовать путем Божьим. Следовать путем Божьим — это жить. Давид говорит, например, нам о бесконечности этого процесса. Кажется, Давид уж приобрел всякую святость, назван по сердцу человеком, назван самим Богом. В 62-м псалме Давид утверждает, что продолжает искать Бога от ранней зари до заката. То, что открыто мне найдено и возвещено, необходимо соблюдать, осознавать. А если человек прекращает искать Бога, читаем во второзаконии, он умирает, он уже мертв, как только он прекращает искать Бога, его истину, его Духа, на Учителя. Потому и говорит Христос, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. И как мало людей это делают, мы видим, например, из того, сколько человек вошло в землю обетованную из пустыни, вышло из Египта два миллиона человек. А пришло из тех, кто вышел, всего два, и, конечно, группа тех, кто народился в пустыне, юноши, молодых и девушек. А из той группы, которые должны были войти за 40 дней, вошло всего два человека узок пути, немногие восхищают его. Итак, мы все приглашены на это святое небесное собрание. Вспомнили также притчу о десяти девах. Они отнеслись пренебрежительно к мелочам, а у Бога нет мелочи в том, что связано с ним. И мы, уже исходя из Танаха, уже придя в новейший завет с Иисусом, призваны поднять наше собрание духовное на еще большую, высшую, ступень. И ни в коем случае мы не должны оставить свое земное собрание, но вместе, все вместе с земным собранием подняться до небес. Кажется, какие пустые банальные слова. Ну что это, подняться до небес? Я летать не умею. Если мы вдумаемся в них, веря мудрецам и Писанию, потому что мудрость человеческая это не та мудрость, о которой говорит Христос, что постыжена она. Потому что в такой мудрости человеческой человек себя ставит вместо Бога. А мы говорим о мудрости, когда человек пытается постичь мудрость Бога. Вот такая мудрость важна и обязательно. И о ней говорит Христос, будьте мудры, как змей. Потому что глупость и грех однокоренные слова, так и на еврите. Итак, что дальше нам говорит послание к евреям? Это собрание, вот та лестница, о которой мы с вами говорим, о которой лицезрел Яков и по которой пришел Иисус, дается каждому в этом святом собрании. Для людей веры объединяются ради пятости Божьей. Итак, мы соучастники святого собрания, на котором мы увидим того самого первосвященника, посланника, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его, то есть Иисуса Христа. Здесь интересно, что слово посланник переводится словом греческим апостолом. И совершенно неожиданно здесь вдруг Исшо Машех назван апостолом. Почему? И нам сейчас важно понять, какова связь между посланником и первосвященником. Важно в историю иудаизма войти здесь. Древний трактат нам говорит, когда назначали первосвященника, то к нему приходил народ и говорил ему, мы посланники от всего народа, а ты наш посланник перед небесами. То есть, когда первосвященник уходил, святая святых скиния и храма иудейского, он был посланником, посредником между народом и небесами и Богом. Теперь, кто у нас этот посланник, кто между Богом и человеком посредник? Иисус Христос. Ты наш посланник теперь, потому и посланник, потому он и первосвященник. Наш человеческий представитель святая святых небес. Святая святых это было окно, дверь в небеса, скажем, метафорически. И священник, подходя к двери, мы говорим сейчас о тех священниках, которые были в храме, и так общается с небесным, подходя к этим вратам святая святых. А теперь мы через нашего посланника, представителя Иисуса Христа, можем быть причастными всему небесному, унестись туда, причаститься небесного через Иисуса Христа. Он не только посланник наш, человеческий, земной, небесный, но и посланник небесного нам, людям, земному. Бог свою святость дал Машеху, пребывал в Машехе как в своей имманентной энергии, то есть земной плоти Машех отдал ему свою святость и таким образом завершил устроение лестницы, той лестницы, о которой мы с вами говорили, соединяющей небо и землю, ибо до того она висела в воздухе, как видел ее Иаков. Теперь она, благодаря нашему посланнику, нашему посреднику, Иисусу Христу, соединена с землей и небом. У нас есть с вами возможность, если мы того желаем и делаем к этому движение, участвовать в этом перу святости, на этом празднике вечной жизни. На этом мы закончим исследование третьей главы и обратимся к ней опять в следующей беседе. Друзья, всем радости и истинной радости от познания, ибо прикосновение к ней дает великую благодать. Субтитры сделал DimaTorzok